Нессу я помню как студентку-отличницу кафедры горючих и полезных скопаемых МГУ. Всегда одна из первых на сдачу зачета по высшей математике. А еще мы танцевали вместе на дне полигона в Крыму. Не помню. Помнишь или нет? Но с тех пор много воды утекло, и Несса успешно изучилась в Стэнфордском университете, а сейчас работает в Техасе. Несса, привет! Привет, но ты меня прям засмущала. Я не засмеялась. Отлично. Ты, конечно, вспомнил. Очень-очень весело. Привет-привет! Скажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь? В данный момент я в университете Техаса. А в Остине. Класс. Скажи, пожалуйста, почему ты решила поступать на геологический факультет МГУ? Отмотаем немножко назад. Да, немножко. Ну, на самом деле, мне кажется, такой интересный вопрос. Мне кажется, у нас половина людей, ну, может быть, не половина, но так, очень многие поступали целенаправленно, и остальные абсолютно как-то попали непонятно как. Вот, я больше отношусь к тем, что непонятно как. Вот. Про геологические факультеты буквально... Ты тоже, да? Ну вот. Я ничего не знала до, там, буквально пару месяцев поступления, и, по-моему, такая была фишка, что были те же вступительные экзамены, что на Мехмат в плане математика-письменное устное сочинение. Очень многие шли, потому что было... И надо было каких-то специализированных... Вот. Ну, на самом деле, это так, общая, а так я же поступила по программе «Покори Воробьёвы горы». То есть, мне повезло, я выиграла программу и как-то сама пошла. То есть, ты поступила ещё весной, да, 2005 года? Да, я поступила весной, а в то время даже не знала, что есть такие... Ломоносовская тогда была Олимпиада, это ещё было до этой Олимпиады. В общем, коротко о главном. В том году, когда мы поступали, было МГУ 250 лет, и в первый раз они решили провести эту конкурсную программу МГУ МК «Московский комсомолец газета «Покори Воробьёвы горы». Вот. И как-то у меня получилось, что тётя моя, она там очень любила московский комсомолец газету, и она нам говорит, слушайте, тут такая акция, надо поступать. И я им говорю, слушай, мам, ну вы, конечно, говорю, женщины взрослые, там жизнь прожили, но наивные, говорю, больше меня. Они говорят, на дискотеку не пойдёшь сегодня. Давай, сиди, короче, решай. Я говорю, ну вы даёте, говорю, ну вообще. Вообще, это было так всё. Написали там, отправили почтой в то ещё время, отправили почтой. Вот, и меня потом пригласили на финал, и были устные экзамены нас, нам оплатили билеты, мы летали с мамой, поселили нас в главные здания, и у меня проходили эти экзамены там. И в итоге я была одна из, там, я не помню, скольких финалистов, и в итоге поступила. Так что повезло. Красота. Да. Ну, я ушёл после четвёртого курса с диплома калавра. Ты продолжил учиться, хотя наш курс был первый экспериментальный, когда выбирать вторая система, пять лет обучения, либо четыре плюс два. Я рискнул уйти после четырёх лет. Скажи, пожалуйста, ты мне говорила, что дальше у тебя удалось участвовать в морских экспедициях на старших курсах. Да. По-моему, даже я на четвёртом курсе ещё до бакалаврят я начала участвовать. Вот. Это единственное, по-моему, кстати, лето, когда я и сделала, у меня было две морских экспедиции. Да. На самом деле, в бакалавряте я, на самом деле, жалею немного. Ну, не то, чтобы прям жалею, но тогда у нас был эксперимент, я тоже сделала четыре, начала магистратуру, но потом я ушла. Вот. Можно было пять лет и получить тогда пятилетний диплом, может быть, оно даже будет к лучшему. Но, да, на четвёртом курсе я начала морскую экспедицию, в итоге осталась на морскую, пошла в магистратуру. Прикольно. Прикольно. Вот ты её закончила? Эту программу, да? Магистратуру, да, я тогда так и не закончила. Вот. Я в итоге ушла после первого курса магистратуры и поехала учиться в Америку. Так, расскажи просто об этом, как ты попала в Америку. Америку. Ну, тогда начались всякие конкурсные программы. Кстати, вот в этих морских экспедициях они были от между университетом нашим и ЮНЕСКО. Тогда была программа Training Through Research. И мы, у нас были вот эти Training Through Research с студентами разных стран. В том году мы попали вместе с испанцами, португальцами, норвежцами и англичанами. У нас там были разные. Очень было весело. Они мне все говорили, а куда ты пойдёшь в магистратуру? Я говорю, в смысле, ну как, куда? В МГУ? Они говорят, нет, ну ты чё, так нельзя, надо же идти в другой университет. Они же в Европе все практически там начинают с high school, да? Путешествовать, делать year abroad и так далее и тому подобное. И я говорю, что можно? Они говорят, конечно, надо тебе, короче, начинать смотреть. Так это, типа, не дело оставаться в одном университете, потому что я тогда думала и магистратуру, и аспирантуру всё делать. Начала присматриваться. И началась эта программа ExxonMobil. Я в ней поучаствовала и выиграла её. И они меня отправили. Там был выбор такой, там было очень интересно. Был конкурс в Москве. И выбрали троих человек с России. И сказали нам, мы выберем вам магистратуру в университете UK и в US. Но неизвестно было где. То есть они всё сами выбирали. И вообще было без понятия. Я знала, что мне написали там из New Jersey, из Раджеса, что они меня там приняли. Я говорю, о, слушайте, я туда иду в New Jersey. Мне тут написал преподаватель на Facebook. Они говорят, не отвечай, мы сейчас всё уладим. И потом говорят, поедешь в университет. Какой? Лас-Вегас. Говорю, а что я маме скажу? Там что, университет есть. В общем, в итоге поехала. Шикарно. Невада, наверное, интересный штат с точки зрения геологии. Наверное, безумно красивый. Да, безумно интересный, очень красиво. Причём всё близко. У них там, вот у нас для бакалавров же в Крыму проводится. Для нас это весь год мы ждём. Едем на поезде. Кстати, я на поезде ни разу не ездила, потому что рядом с домом я ездила на автобусе из дома. Серьёзно? На крымскую практику? Да. Да, я два раза так и делала. Ни разу с вами на поезде не ездила. Я не ездила на автобус. У нас автобус ходил. Прямой причём. Да. Ну, в общем, в Неваде там всё так близко. Они за 20 минут могут выехать, и там уже вот эти невероятные красные и так далее, яркие вот эти породы, никакой там растительности нет, всё прям перед тобой. Там безумно красивые сезюны, там песчаные и так далее. Вот. И да, то есть у них практика начинается каждую пятницу. Они ездят на протяжении там семестра. Потом они ездят там две недели с палатками, кемпинг у них там. То есть у них там раньше две практики полевых, а три. Так что мне показалось, что они очень такие счастливые в этом плане. И там Гранд Каньон неналеко, там буквально за 4-5 часов ты уже в Гранд Каньоне. И там, ну, в общем, поездить. Очень круто. Тщательно. А ты участвовала как гид? Ну, может быть, тебя брали как преподавателя уже в какие-то практики, экскурсии? В Неваде? Да. В Неваде я больше... Я ездила, да, на одну, но я поехала. Мой преподаватель как раз-таки он у них вёл. Но я не те им поехала, а просто посмотреть, поучаствовать на пару дней. Тея Титинг Ассистент, скажем нашим слушателям. Да, да. Тея Титинг Ассистент. Прошу, прошу. Так, а дальше... Ты закончила магистратуру в Лас-Вегасе. Что потом? Потом я ехала учиться в аспирантуру в Стэнфорде. Вот. То есть я в это время пытала, поступила в аспирантуру и поехала в Стэнфорд. И, в принципе... Вот. Уехала только вот в прошлом году. Круто. Расскажи пару слов, пожалуйста, какие люди учатся в Стэнфорде вообще, что это за место? Твои впечатления. Ну, Стэнфорд я очень люблю, обожаю. Вот. Недавно ездила туда, прям так, блин, классно-классно. В Стэнфорде очень много друзей у меня появилось. Там очень добрые, классные, причем разнопленные, безумно интересные, безумно талантливые во всех видах деятельности. Вот. Начиная там, я не знаю, от математики, заканчивая там, я не знаю, микроскопами, изобретениями. Вот. И вообще просто, в принципе, очень открыто и все очень просто. Недаром, мне кажется, вокруг него основалась Силиконная долина, потому что все люди такие идейные, все быстрые на подъем, все очень быстро там и легко получается. Вот. Погода классная, знаешь. Ну, в общем, так все, очень все солнечно. У нас, когда ребята знакомые, какие-то короткие курсы или что-то, и вот кто учился в MBA, они говорят, слушайте, как вы тут учитесь на PHD? Это как вечный summer camp. Это как летний лагерь. Понятно? Вечный. Погода класс, все ходят в шлепках. Знаешь, зимой и летом у всех андеградов, студентов в младших курсах одна одежда. Это такие коротенькие шортики, панамочки, эти вьетнамочки такие, сланцы и худи. И толстовка, и ледом, и зимой всегда. Прикольно. Если немножко говорить о твоей научной работе, я встретил, читаю твои статьи, встретил новое слово. Diamond Doids. Да, Diamond Doids. Да? Угу. Скажи пару слов, что это. Diamond Doids — это на самом деле hydrocarbons. То есть это такие интересные молекулы углеводородов. Чем они интересны? Это то, что у них пространственное расположение атомов углерода в молекуле, оно повторяет расположение атомов кристаллической решетки алмаза. Только в алмазе там только углерод, а у них углерод и водород. И из-за этого решетки, они у них, грубо говоря, решетка это очень жёстко. То есть в зимой промышленности сейчас, как они продвигаются, даминдоиды, то есть проходя через нефтяное окно, это как бы такое thermal window, то есть термическое, то есть с увеличением температуры нефти, углеводороды, они начинают распадаться и, грубо говоря, до метана. Они очень прочные молекулы, они так просто не распадаются, то есть они остаются даже при высоких температурах и давлениях, и по ним можно что-то понять и проанализировать. И как называется, это у нас biomarkers, или fingerprint, это как отпечатки пальцев. Биомаркеры при этих условиях уже практически нет, при высоких условиях температуры и давления, и поэтому не почему составить вот эту систему отпечатков пальцев. То есть, а эта система используется, чтобы понять, откуда пришлось. То есть нефть сравнивается с путем изотопного состояния, и анализом биомаркеров нет, используются даминдоиды. Прикольно. И очень немногие люди этим пользуются пока что. А еще очень немногие люди проводили полевые работы на Аляске. Ты одна из них. Ну, не знаю, многие-немногие, но да, проводили. Да, я в статье видел карту, это как раз прям самый север Аляски, то есть Арктический океан, северный Алятый. Расскажи просто. Да, на самом деле тоже было так очень круто, такой был adventure, потому что я полетела на самом деле сама, в плане того, что со Стэнфорда там никого не было, просто знакомые знакомых там сказали, вот, USGS, USGS — это геологическая служба США государственная, у них там будет сезон полевой, и говорят, хочешь, мы попросим, ты поедешь с ними. То есть я так рандомно попала вместе с геологической службой, вот, и с ними полетела. У них там все было поставлено на поток, у них уже были чартерные самолеты, у них был уже указан вертолет, все было это оформлено, они-то все уже делали, и они меня просто с собой, грубо говоря, взяли хвостиком. Вот, и там была интересная такая полевая станция, это была в прошлом, я так понимаю, научная станция, а потом она превратилась в коммерческую, вот, и ей заправляла такая интересная женщина, вот. Она там жила одна, и туда буквально 9 месяцев там она в году жила одна, и вот там 3 месяца в году, грубо говоря, к ней прилетали какие-то люди, там было много National Geographic photographers, ну, этих фотографов из National Geographic, потом заезжали какие-то... Есть люди, которые путешествуют на их там частных самолетах и так далее, это единственное было место, где им можно было заправиться, потому что Аляска настолько гигантская. Вот. Она, в принципе, вот эта территория находилась, по-моему, в 500 километрах от ближайшего города, то есть достаточно далеко от дорог, к ней вообще никаких не было. То есть туда можно либо на маленьком самолете, либо на вертолете долететь, доехать туда нельзя. Угу, да. Эта женщина потом попала в шоу, то есть там несколько лет назад на неё напал медведь и практически её бил. И она была там, кто не знал, её нашли через 10 дней, то есть она там несколько... ...ходила на связь, ну, там просто с людьми, грубо говоря, и тут люди говорят, что-то давно Сюзан не входила на связь. Отправили за ней спасательную операцию, нашли её, грубо говоря, там разорванную, разодранную медведем. И спасли её, и там много операций сделали. И с тех пор она, в общем, она выжила, и потом она попала на шоу. Шоу называется Below Zero. Вот. И она... Ниженая, да? Стала, грубо говоря... Да, ниженая, и она стала... Вот, и мы с ней останавливались. У неё там уже в этот момент были камеры, к ней приезжали, там, операторы или что-то такое. То есть было прям даже очень интересный экспириенс. Вот. Очень интересный опыт. Вот. Ну, это было очень удобно, потому что она для нас кормила, она готовила еду, и там были такие вагончики, в которых можно было спать, то есть нам не пришлось кемпиться. Вот. Мы на вертолёте каждый день вылетали там на разные обнажения, и нас там оставляли целый день. Вот. Нам очень повезло в тот момент, погода была хорошая, только один раз у нас был туман, если туман, то вертолёт летать не может, то есть они тебя не могут забрать, им очень тяжело садиться и вставать при тумане. Вот. Поэтому всегда мы, когда вылетали, у нас была с собой сумка с палаткой, с дополнительной едой, на всякий случай того, что здесь нам придётся остаться там. Вот. Медведь там безумно много, их практически всегда видишь, пролетая, и потом один раз мы не могли даже выйти на обнажение, потому что медведи не уходили. Там такая фишка, что, типа, медведи боятся вертолётов. Они говорят, вот мы сейчас облетим пару раз, распругаем медведя, они убегут, там у вас пару часов ездят. И пару часов ездят. Они говорят, ладно, нормально всё будет. Вот. И для нас прямо этот медведь, или это, наверное, была медведица, да, потому что были рядом с ней поменьше медвежа, она вот не хотела уходить, она встала на задний лап, она такая просто огромная. Вот сегодня уйду, рычит на вертолёт. Ну ладно, приедем сюда завтра. У меня, конечно, было не по себе немного, вот. В итоге всё, в принципе, обошлось. С медведем только встретилась так вот, в последний день. Сделала всё, что ему не нужно было, всё, что нельзя. Я кричала, бежала. В общем, я набрала этого медведя, и мы потом ещё в бинокль смотрели, настолько он далеко, бежал в противоположную сторону, и мне говорят, ну, в общем, сделала всё, что нельзя. Но я говорю, ну, получилось. Я на Камчатке работал, и вот как раз предыдущая гостья, Татьяна Пенегина, она сейчас использует беспилотники, дроны, чтобы отпугивать медведей в поле. Да? Помогает, да? Да. Ну, на самом деле, там, которые люди с Аляски, ну, по крайней мере, с нами была женщина из геологической службы, она такая была совсем бесстрашная. Она говорит, слушай, я тут всю жизнь живу, работаю, даже не переживай, они тебя больше боятся, чем ты. Она мне прям говорит, слушай, ну, если Black Bear, чёрный-то медведь, это, по-моему, как у нас бурый, он типа такой небольшой, да, вот этот медведь, который может с тобой охотиться. Но, если у тебя есть геологический молоток, it's a fair game. Fair game, это, типа, ты ещё с ним можешь подраться. Я говорю, в смысле нет? Она говорит, вот гризли, да, они такие побольшие, но они любят рыбу. Они плохо видят, там у них нюх чуть получше. Вот, если обычно, вот он бежит, она говорит, у меня такое сто раз было, вот медведь бежит, вот как будто бы на тебя бежит, а пробегает мимо. Она говорит, замри и просто жди. Я говорю, замри, замри. Мимо пробежит, говорит, он тебя даже не видит в этот момент. Просто, говорит, очень часто люди начинают пугаться, шуметь, они их пугают, и медведь тебя атакует, просто, типа, чтобы защититься. Вот у неё была такая теория. То есть она всегда ходила с ружьём, ну, нас выбрала, на вертолёте, ружьём, и практически к нему рядом не подходил весь день. Я говорю, зачем-то вообще его бежит, ружьём, если заходят, воспользуешься. Ну, в общем, про лязг, он говорит долго, смеяться. Ну, очень классно, что там летом полярный день, поэтому можно делать филдворк 24 часа. Это да. Я работал на чекотке. Да, то же самое, да? Да. Ну, у нас там вездехода, вертолётов не было, и медведей практически не было. Один раз увидели. Скажи, пожалуйста, остались ли какие-то русские географические названия на Аляске? Мы же были не в какой-то местности, вот. А так, я не была сильно в обитаемой части Аляски, вот, но у них там есть русские слова, то есть они точно не эриканские, но что это значит, я понять не могу. Интересно. Летнего, ой, летнего, русского медведя, мне так показалось, я недавно это город на юге Аляски, такой большой город, вот, у них там есть кернохранилище, я ездила в кернохранилище, там, в нём есть русская церковь, причём церковь такая старинная, деревянная, и прям с куполами, я такой в Америке никогда не видела, или там у них есть на рынке русские палатки, там, со всякими матрёшками, там, игрушками, и так далее, и тому подобное, вот, ну, какие-то такие словечки видела, ну, не так, чтобы прям везде и сильно, но у них там очень много гречки, это я вообще такое ни разу не видела, я зашла в пекарню, и у них были маффины из гречневой муки, прикольно, я тоже такое никогда не видела, нигде не в Америке, даже в России, я не знаю, может сейчас такое есть, то есть, там природа такая, там сирень была, там берёз очень много, знаешь, ну, очень мне понравилось, в России всё равно как-то чем-то напоминает, что такое русское там есть, ну, мне так показалось. Интересно. Ну, сейчас ты живёшь в Техасе, скажи, как это там? Погода вообще-то... Техасе, ну, в Техасе здесь совсем по-другому, очень тоже интересно, такой культурный... Даже люди, которые переезжают из Америки, из других штатов, у них культурный шок, у меня тоже был культурный шок. Вот, ну, у нас здесь, получается, моего мужа, очень много родственников, он сам из Техаса, то есть, мне больше так было интересно понять культуру Техаса, познакомиться там с семьёй и так далее. Действительно, очень много людей ходят в ковбойских сапогах на работу, даже вот в университете, там, заведующая кафедра, это нормально прийти в шляпе с поясом таким, знаешь, с пляжкой и в сапогах. А девушки как ходят? Ну, не так, чтобы прям все прям ходят, как будто бы мне только с Родео вышли, но бывает такое, вот, особенно, если на Родео сходить, очень интересный тоже экспириенс, очень интересный опыт. Ну, по-разному одеваются, очень здесь любят джинсы, действительно, и любят здесь сапоги, вот, у многих маленьких детишек такие есть сапожки, они в них там все бегают. Тут же такой, такая природа немного, ну, знаешь, Дикий Запад напоминает, то есть, если ты в пустыню в Техаску зайдёшь, там очень много кактусов, там таких, то есть, оно тебе всё может проколоть обычные там кроссовки и так далее, то есть, хорошие сапоги, они нужны, если ты любишь побывать там на природе или там на ранчо на каком-то и так далее, вот, ну и многие из них змеи не могут прокусить. Здесь, конечно, страшно, что очень много змеи, там вообще тут тараканов, там такого всего, такой живности очень много. В общем, интересно, по-другому. А как тебе Остин, город? Он славится большим музыкальным фестивалем, например? Да, да, здесь очень весело, здесь очень много молодёжи, здесь очень такая интересная культура, как бы он такой сам по себе город, отличается там от Хьюстона и от Далласа. Ну, Остин очень нравится, да, он такой прикольный, весёлый, здесь много всего происходит, фестивалей, здесь тоже много арт-сцен, здесь хорошие, то есть, таких людей занимаешься, искусством тоже много, прикольно. Ина, спасибо тебе большое, что нашла время поболтать. Да, конечно, с удовольствием. Спасибо, что ты нашла время, так что давай, мы сейчас делаем с тобой потом, я теперь хочу тебя спросить. Давай, мы поговорим об этом. Спасибо тебе большое, давай, хорошего дня, пока. Давай, счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok